я как ты относишься к блондинкам положить просто к нам сегодня в гости придет блондинка я люблю когда блондинка когда красивая когда как спортсменка если она только нам придет сегодня спортсменка блондинка красавица оля барабанчиков сегодня у нас оля барабанчикова всем привет в перепрограмма лай тиви и мы ее несменные ведущие очаровательные и обаятельные илья сегодня у нас в гостях спортсменка красотка певица блондинка такое говоришь оля барабанщика ты привет они мне уже так весело с вами мы еще не начали мы еще ничего не сделали как у тебя дела ты прекрасно спасибо большое я не могла знаю что вы всегда такие красивые модные позитивные я не могла выглядеть иначе не боялась ли ты к нам вообще сегодня собраться и таки прийти потому что я знаю что она же программе входит масса слухов где вообще только вернулся из таиланда я знаю что ты всегда очень позитивно и добрая мне же принципе рассказали что будет милочка жесткая на этом я справлюсь ну что начинаем общаться и наша первая рубрика в лиц опрос первый вопрос ты реальная блондинка полном смысле этого слова практически самый твой дорогой подарок ой ну я на нем приехала нет я в него переселяюсь я на нем приехала я в него переселяюсь что же это может быть налоговой прелюдии или сразу приступаешь к делу люблю прелюдии девочка-младинка как часто ты это делаешь редко потому что живу пока одна и по этому поводу собираю друзей хотела хоть раз почувствовать себя папой а не мамой нет я хотела почувствовать себя мужчиной а ты стерва нет но могу врать умеешь не очень какого цвета на тебе черного ты изменяла хотя бы один раз своему полночу да но это были такие очень интересные обстоятельства в принципе не были вместе после да уже но не спасибо улет исправилась с рубриками собрать а я напоминаю что вы смотрите программу лайки и у нас в гостях ольга барбанчика тебя когда-нибудь были кумиры дима билан дима нет она меня просто честно говоря отвратительным и вот тут я хочу заметить как вы все-таки не похожи мне всегда очень нравилась мадонна и она сейчас эта женщина который достойного уважения с любой точки зрения я когда-нибудь копировала может быть старалась петь как они это в детстве наверное мы сестрой надевали вот когда блин что там 70 80-е вот обрезанная перчатки там сережки круженой куртки она 80 и уже ли она так хорошо выглядит на самом деле 66 действительно хочет быть похожим на звезду наша рубрика а не стая прямо сейчас рубрика они стайл где мы из обычных людей делаем настоящих звезд именно после ее клипов танец живота стал более популярным им стали интересоваться и обучаться его основным движением эта рубрика не стайл ее ведущая они на эту тяну ну как девочки сегодня я подготовилась к нашей программе почти шакира спасибо думаю вы догадались речь пойдет сегодня о шоке прежде чем начать давайте поприветствуем наших творцов жанна максимова имиджмейкер проекта здравствуйте елена журавлёва стилист проекта по условиям нашей рубрики у нас 5 претенденток и мы должны выбрать одну итак поехали номер один елена как вам кажется на мой взгляд эта девушка абсолютно не подходит потому что она реальная брюнетка а если номер три жанна но номер три маленькая и слишком толстенькая я думаю номер два потому что это роскошная шевелупа эти волосы это реально шокер как вам номер два девушка слишком высокая и тощая но я думаю я смогу ее уменьшить и расширить мы определились это будет девушка под номером два меня зовут марина я работаю менеджером компании мне нравится творчество шакира и ее образ как она одевается в общем поэтому я обратилась в рубрику не знаю чтобы хотя бы на этот день имели на себе образ шакиры мы начинаем наше перевоплощение в салоне красоты мио нежный и томный макияж аля морская нимфа вполне удался шакире чтобы сделать подобный мейкап елена журавлёва берет тональный крем оттенка естественный бежевый скрывает малейшие недостатки кожи и устраняет нежелательный блеск мягкие румяна персикового оттенка придают лицу девушке изысканные очертания создавая эффект легкого сияния черная тушь в сочетании с нежирной водостойкой подводкой подчеркивают красивую форму глаз такие звезды как шакира создают образ африканской этно шевелюры которой много завитых прядей разной структуры так как у нашей героини и так много волос то стилист проекта не использует накладных прядей она просто создает естественную спутанность как будто прическа такова от природы и ее только слегка подправили пальцами похоже бурный роман шакиры с жераром пике перерос во что-то большее ходят слухи что певица носит под сердцем ребенка от футболиста разговоры об этом начались после того как шакира отменила несколько концертов и отправилась жераром на красное море а почему бы и нашей героиней не съездить отдохнуть правда не с жераром а со своим молодым человеком чтобы быть похожим на эту красивую парочку они отправляются в туристическую компанию holiday club чтобы понежиться на песке и поплавать в красном море активность активность настоящее максимум чтобы был тусич законовое запитание один раз и много округло а да значит четыре раза я хотела бы вам посоветовать шарман шейх это хороший молодежный отдых на территории данного отеля есть четыре ресторана четыре бара также очень большой бассейн который занимает почти полную площадь данного отеля расскажите нам о номере какие там номера вы выбрали стандартные номера сьюты и делюкс ром конечно я бы вам посоветовала делюкс ром если вы помните это романтический может быть сюрприз устроить конечно в данном отеле по прилету в номере будут устроен романтик шампанское розы свечи я не люблю когда сильно жарко какая вообще сейчас ты берут я буду все быстрее комфортно вам будет очень комфортно потому что температура составляет 30 градусов случайно скажите а ночная жизнь очень много дискотек можно туда сходить потанцевать вечно а вот экскурсии какие есть сюда сюда можно шарман съездить выбор экскурсий очень большой можете съездить в израиль погулять два дня в израиль будет безвизовый ест скажите вот я очень люблю слушать ест и там слушай какая вообще кухня конечно в данном отеле есть кухни такие как европейская а также японская кухня у нас устраивает отель посвяжи какие то все форумицы мы будем вносить первоначальность от 30 до 40 50 процентов от суммы осуществляем бронь это значит мы делаем заявку на непосредственно сам отель садимся на авиабилетики и ждем положительного ответа марина познакомься это наши мужики проекта жанна марсимова привет мы находимся в магазине смс сегодня буду тебе подбирать два образа марина у нас прототип шакиры но для шакира она отбьет для модели это неплохо но для шакира мы ее сделаем меньше и шире то есть ты готова к этим перевоплощениям картина готова к самому поехали последний этап преображения это шоппинг в магазине смс с имиджмейкером проекта жанной максимовой с первого взгляда имидж шакиры кажется довольно противоречивым с одной стороны она подчеркивает свою сексуальность а с другой правильные взгляды на жизнь поэтому жанна максимова максимально постарается подчеркнуть сексуальность девушки и раскрыть марину с другой стороны шакира любит одевать легкие и удобные вещи топы и рваные майки шорты и джинсы поэтому для первого наряда мы выбрали откровенный топ а для второго короткие шорты ну и конечно детали аксессуары и всевозможные варианты чтобы сделать модный лук мне очень интересно как вам работалось уважаемые эксперты девушка смелая но в то же время она немножечко комплексовала потому что реальная жизнь она не носит столько майкапа сколько я ей предложила жанна ну пришлось прибегнуть к откровенным нарядам потому что девушка в жизни серая мышка поэтому пришлось сделать ее немножечко такой секси за предоставленный интерьер мы благодарим ресторан фальконе если ты хочешь измениться но не знаешь как то пиши мне на электронный адрес сани стелс собака тут бай и кто знает возможно именно ты станешь героем нашего следующего сюжета и 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 а я напоминаю что вы смотрите лай тиви и у нас в гостях сегодня оля барабанчикова пришло время моей любимой рубрики под названием алло гараж знаешь ли ты существование какой-то своей бешеной фанатки ты знаешь что она у тебя есть да мы ее нашли у нас есть номер ее телефона она утверждает в интернете и вот когда мы связывали с ней она утверждает что у тебя с ней есть личные какие-то отношения она рассказывает очень много небылиц я не знаю может быть это конечно и правда я предлагаю сейчас и 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 статьи. Нет, я не читаю никакие формы, ничего. Ну... Ну, я думаю, Алексей бы не возрадовался. Я просто... Да. Что оказывается все не свободны. И твой избранник не Алексей. А именно Ольга. Я думаю, вы меня сейчас разводите. Нет, мы тебя не разводят. Нет, мы тебя не разводят. На самом деле у нас есть телефон, мы сейчас будем звонить вот этой Ольге. Рудковская? Ну ты же мне... Ну не знаю ее фамилию. Я знаю, что Ольга. Ну, которая у них сайт есть, там, ездит за мной на концерты. Это Оля. Она может быть думаешь, это какая-то другая. Может быть, это какая-то другая она. У тебя есть отношения личные с твоей фанаткой Ольгой? А она утверждает, что есть. Ну, у нее есть телефон, она пишет мне иногда смс-ки, иногда я отвечаю. Они мне устраивают то... То есть ты пытаешься нам донести, что у вас дружеские отношения? Ну, дружеские я бы не назвала, но мы знакомы и иногда общаемся по телефону. Мне кажется, вы сейчас включила блондинку? А вы мне можете показать хоть одну эту статью, но это бред вообще. Просто вы меня провоцируете? Нет, мы тебя не провоцируем, это действительно так. Но она как бы нормальная. Мы не веду, что она пишет о тебе, что ли. Алло. Да. Здравствуйте. Это Оля? Куда вы звоните? Я звоню Ольге. Слушаю вас по какому вопросу. Вас беспокоит Ольга Барабанщикова. Оль, ты че? Че так официально? Так а кто это? Я не понимаю, а кто это просто. Да ты че рванулась, что ли? А че ты такая официальная? Так я не понимаю, а кто это? Какая-то Ольга. А че ты не со своего номера звонишь? Мне просто сказали, что вы пишете про меня какие-то статьи. Может быть, у нас несколько Ольг Барабанщиков. Я не знаю. Вот вы какую Ольгу знаете? Потому что мне вас... Что ты летом сидишь? Скажи. Но мне ваш голос не знаком. Ты че с ним сидишь? Так ты у меня трубку дай, я с ним поговорю. Че ты прикидываешь? С кем сижу? С кем я сижу? Со своим? Алло. Я... Че, не узнаешь? Нет, ну, девушка, мне ваш голос не знаком. Мне тут сообщили, что вы пишете про меня какие-то непонятные статьи. Окей, статьи. Что курила, Оля? Вы развалите меня или что? Я предлагаю забирать этот разговор. Здравствуйте, девушка. Алло. Дело в том, что это был розыгрыш. Вы находитесь на телеканале Белмустуэ, программа Лай-ТВ. Вы действительно разговаривали с Ольгой Барабанщиковой. И у меня вопрос, знаете ли вы вообще такую певицу? Конечно, знаю. А в каких вы с ней отношениях находитесь? В очень близких. Просто Ольга утверждает, что она не знает вас. У нее есть некая поклонница Ольга по фамилии Рудковская. Ваша фамилия Рудковская? А чего я вам должна разную фамилию рассказывать? Вообще, кто... Чего вы там звоните с этого номера? Хорошо, вы сказали о том, что вы в близких отношениях с Олей. Что вы делаете вообще? Какой розыгрыш? Девушка, извините, ради бога, мы вам попозже перезвоним. Интернет. Спасибо, девушка, до свидания. Нет, ну это точно не Рудковская. Я знаю о наличии вот там есть такая фанатка. Но она как бы... Она делает, наоборот, приятные вещи. Это просто какая-то жесть. Но она-то знает тебя и понимает, что это делает. Ну что, но я-то и не знаю. Ты в шоке? Ну, если честно, да. А вы думали, ты знаешь о ней? Я была в шоке, что Оля могла такое делать. Ну, как бы мне и от этого была в шоке. Но то, что какая-то вот, ну, еще какая-то дешевая была. Есть еще Оля. Хорошая и плохая. Белая и черная. А я напоминаю, что вы смотрите Лай-Ти-Ви. И у нас в гостях Ольга Варабанчикова. Оль, скажи, какую кухню ты предпочитаешь? Итальянскую. А сама умеешь готовить? Конечно. Что-то любимое блюдо. Я очень люблю готовить пасту с морепродуктами и с жареным чесноком. А пиццу умеешь готовить? Нет, у меня дома нет духовки. Как так? У меня еще пока нет дома. Мне подарили дом, но забыли подарить духовку. Нет, ну в доме уже все будет. Есть огромное количество блюд, которые можно приготовить без духовки. Например? Например? Последнее блюдо, которое ты готовила? Без духовки. Кофе. Гречневую кашу с жареным луком сегодня на завтрак. А вообще... Ну что, айда готовить. Наша рубрика «Готовимся, звезды». Прямо сейчас. Это рубрика «Готовимся», звездой вместе с Ольгой Барбанщиковой и шеф-поваром японской кухни-мок-кафе Евгением Садовского. Женечка рассказывает, что мы сегодня готовим. Будем готовить говядину с грибами на японском, а это блюдо звучит. Гю агарикусо. Гю агарикусо. Гю агарикусо. И начинаем готовить. Приготовление начинаем с того, что растираем растительное масло по поверхности кипана. Но это нам точно доверить можно. Как будто представляем, что размазываем массажное масло по любимому телу. Мне это почему-то напомнило лед и кофей. Но у кого, что болит. Выкладываем кусок говядины. Не доверяй, Женя, лучше сам. И грибы сюда. Крючок. Между мной и тобой запахло едой. Готовим, что звездой без песни вараманщика. Я повар в японской кухне. Надо перевернуть. Мяско? А, мы готовим. Так, все верно, только... И переворачиваем. Там он измобжает. Смертельный номер. Агарикусо. Основной принцип японской кухни заключается в том, чтобы не создать вкус, а открыть новое и сохранить его. Поэтому мы не используем никаких маринадов. Мясо, как оно есть, так мы его и жарим. Максимум, что мы добавим, это соль, перец. Европейский рецепт, родившийся еще на острове Сицилия, это гю-акарикусо. Эти мы можем уже нарезать. Для этого нам понадобится нож. Я так и знала, что Женя не сможет порезать все, как нормальный человек. Надо, чтобы пошел вот так. Мясо сразу видно, мягенькое, свеженькое. Обжариваем со всех сторон, переворачиваем мясо. Не забываем про грибы. С меня мясо, с тебя грибы. Я стараюсь. А вот это... Да, да. Ой, так и сейчас. Мясо должно нарезаться поперек волокон. Мы механически размягчаем. Я думаю, ну вот почему эти понты? А оказывается, протекает где-то сок. Конечно, продукт теряет свои смыслы. Сейчас ближе к себе подвигаем мясо, мы будем фламбировать. Мясо фламбе. Ой, 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 как это красиво. Так как у нас сегодня Ольга барабанщикова, у нас надо побарабанить и тогда посолить. Ну да. Меня прет, меня прет. Потом уже Новый год. Все, у нас сейчас мясо сгорит. Вы что? Работаем, работаем, девочки. Девочки, работаем. А я могу вот так. Добавь грибы. Меня прет. Грибы добавляем в сольяки. Дорогие телезрители, как жалко, что вы видите только картинку и не чувствуете всех запахов. Потому что пахнет безумно. Бегайте. Мы сейчас будем оформлять тарелку, а мясо сохранит свой сок. А я так подозреваю, это все из-за того, что мы в правильной его позиции. Стрекаем грибы. В центр слегка выпариваем соус тарелки. Только очень быстро надо сделать и не испугаться. Быстро. Так, оп, иди назад. Все. Давай, Ксюша. И выкладывай варилку. Я не могу. Неужели это все с нами делает тетман? Сейчас все гламурные типы. Тоже самое проделаем с мясом. Все подожди. Движения все плавные, красивые. Да. Да, у нас все плавно и красиво. И последний штык. Кунжут. Кто первый? Давайте одновременно. Мясо тает в рту. Супер. Как ты не скажешь, что японская кухня? Нет, не скажешь, что блондинки готовили. Ощущение, что готовил шеф-повар мот-капея Гленин Садовский. Растим смену. Я готова работать где угодно ради еды. Оля Барабанщикова готова работать за еду. Вкусную. Это была рубрика «Готовим со звездой» вместе с Ольгой Барабанщиковой и шеф-поваром японской кухни Мон-Кафе Евгением Садовским. А я напоминаю, дамы и господа, что вы смотрите Лайт-ТВ. И у нас в гостях сегодня была Оля Барабанщикова. Оль, ну что, пришло время прощаться. Анекдот, можно я вам расскажу? Да, давай анекдот. Я просто анекдот и не запоминаю вообще. Звонит мужчина блондинки. Алло. Алло, ты где? Я в норе. В какой норе? Которую ты мне купил? Дура. Не на Рену. Хорошо, что Пизжо тебе не купил. Оля хотела поделиться радостью, что она запомнила анекдот. Наконец-то. Это так редко бывает. С нами блондинками еще, ого-го, что бывает. Ну скажи, пожалуйста, тебе вообще понравилось? Мне очень понравилось, да. Я еще на сих пор в легком шоке от некоторых событий нахожусь. Но, наверное, это хорошо, такая движуха в жизни. Надеюсь, увидимся снова. Спасибо, что я сегодня не попала на репетицию. Не очень-то и хотелось. Ради нас не попала на репетицию. Не пропустить эту ненависную репетицию. Ой, как мы рады. Обращайся. Спасибо тебе огромное, что к нам пришла. Спасибо вам. Буду рада всегда тебя видеть. Спасибо тебе. Водичку можно с вечера с водочкой? Да, и водочку. За предоставленный интерьер огромное спасибо галерее мебели Пьер Карден. Теперь мода стучится и в ваш дом. Ну что ты мне скажешь про Олю? Что я тебе могу сказать? Я не от Оли в шоке, я в шоке от другой Оли, которой мне звонили. Да, Оля, это вообще капец. Я знаешь, о чем думаю? Какой у человека позитивный все-таки заряд энергии. Это потому, что она пьет чистую водку. Это да. Не может не играть, конечно, свою роль в этом. По крайней мере, я сейчас знаю, что виски вредно. А, то есть ты до этого думал, что виски это полезно? Задумал, да. Только благодаря Оле Барабанщику и ты наконец открыл для себя, что алкоголь это зло. Не, ну я вообще не пью в принципе.